Толбабай с внучкой Ламыныл осматривают свои владения. С каждым годом они становятся все больше и краше. В этом году зима будет самой настоящей, морозной, сказочной и очень красивой, обещает шарканский волшебник. Сегодня он готовится в дальний путь, в Великий Устью, поздравить Деда Мороза с днем рождения. Каждый год мы с моей помощницей Ламыныл туда ездим и поздравляем нашего большого друга. Да, конечно, с днем рождения. В этом году, кстати, он объявил год музыкальных приключений. Поэтому мы везем ему гармошку, друзья. Потому что в Удмуртии очень любят звук гармошки. Ну и мы маленько с Ламыныл порепетировали и приготовили ему песню «Под гармошку». Песня «Под гармошку» будет на родном для Толбабая Удмуртска. Но Дед Мороз обязательно все поймет. Дорога до отчины главного зимнего волшебника России неблизкая. Почти 400 верст на север. И жители Удмуртии уже переживают, успеет ли вернуться Толбабай в свою усадьбу к Новому году. У дедушки Толбабая есть замечательные волшебные кони. Они нас и вмиг домчат до туда. Поэтому я думаю, что дедушка не заметит дороги. Конечно, друзья. В Новом году успеете вернуться точно. Обязательно. Как же мы наших друзей, наших жителей села Шаркана ставим без такого замечательного праздника. В Великом Устюге Толбабай пробудет не больше недели. 10 декабря к нему самому в Шаркан приедут гости. На фестивале соберутся почти все сказочные персонажи. И сам Дед Мороз со Снегурочкой, Кышбабай, Девица-Метелица, Баба-Яга и даже Царь Бериндей. Полным ходом идет подготовка к новому зимнему сезону. В доме Толбабая идет оформление. В этом году Толбабай объявил год добра. Поэтому все дела только с хорошими намерениями и пожеланиями. К Новому году готовится и сама усадьба. Сейчас полностью меняется оформление сказочного городка. Гости, прежде бывавшие здесь, усадьбу не узнают, говорит Толбабай. В прошлом сезоне ее посетили рекордные 35 тысяч человек. То, что в этом году будет еще больше, зимний волшебник уверен. Роман Вагинов, Александр Шарабоков, телеканал «Моя Удмуртия».